Среди задержанных в Белоруссии 33 россиян оказался и челябинец. 36-летний южноуралец Ренат Каримов сейчас вместе с остальными арестованными дает показания. Александр Лукашенко заявляет, что россияне прибыли для дестабилизации обстановки. В Кремле все отрицают и утверждают, что доказательств этому нет. Тему продолжит наш корреспондент. О том, что среди задержанных в Белоруссии 36-летний челябинец, пишет питерское издание «Фонтанка». А южноуральцы журналисты рассказывают, что это хорошо обученный боец с опытом боевых действий в горячих точках. 36-летний Ренат Каримов из Челябинска имеет в своем послужном списке минимум одну командировку в Сирию, где группа Вагнера оставила неизгладимый след. Это кадры захвата россиян в отеле. К ним врываются прямо в номер. Запрещенный предмет есть какие-нибудь? При обысках, сообщает КГБ Белоруссии, у всех россиян нашли и изъяли валюту Судана, молитву на арабском и на шивке. И уже вечером об этом знал президент республики Александр Лукашенко. Я смотрю на реакцию уже россиян. Они уже оправдывают, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно. Надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Как заявил глава КГБ Белоруссии, все россияне являются членами частной военной компании Вагнера. По официальной версии Комитета безопасности республики, группа приехала в Минск для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне должны были отправиться в другое государство. И все они сотрудники частного охранного предприятия. Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно. На данный момент в Кремле все обвинения, которые предъявляют россиянам, отвергли и назвали подобные заявления инсинуациями. Впрочем, 33 россиянина, среди которых и челябинец, продолжают находиться в Белоруссии. Ведется их допрос. По словам председателя Следственного комитета республики, 11 человек сообщили, что собирались лететь в Венесуэлу. 15 в Турцию, двое на Кубу, один в Сирию. Еще один не знал, куда летит. А трое отказались давать показания. Кремль продолжает следить за ситуацией. А посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал выпустить россиян на свободу.